Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Денис выходит из биоробота, становится рядом. Если в биороботе присутствуют растяжки, копии, голограммы, артефакты, все чужеродное выходит, становится видимым. На месте топчется, у него растяжки на руках и ногах, держит его. Он спагает на месте. Хорошо. Они отдельно вышли или они в нем присутствуют? Запястья и щеколотки, они его держат. Понятно. Хорошо. Я даю командую на счет 3. Все эти растяжки, все эти веревки снимаются и идут в сетку. 1, 2, 3, появляется сетка. Все это туда уходит. Денис выходит из своего биоробота и становится рядом. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Дениса в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Дениса поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо. Отправляем эту сетку в клетку-тюрьму 1, 2, 3. Все растяжки, все подключки уходят туда. Мы приветствуем Дениса. Интересуемся, готов ли он к диагностике. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Да, доверит. И я даю командую на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Дениса под ногами. Системь тонких тел Дениса находит все. У него арахноид черный, причем у него какое-то пятно на голове черное от него. Угу, хорошо. Как жидкость, как лякс. Рептилоид, грей, суккуб. Рептилоид, грей, суккуб. Демон. Считается, что демоны над головой. 11. 11 герцовая. Хорошо. Итак, у нас арахноид черный, рептилоид. Сколько грейф? Двое. Считай цифру рептилоида над головой. 86. 86. Понятно. Хорошо. Так, все в курсе, где они присутствуют? Где они находятся? Все. Хорошо. Хорошо. Переходим сразу к реверсу энергии. Я даю команду тонкой копии Дениса спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственный за чужеродную негативную патогенную низкую вибрационную энергию в его биополе. 1, 2, 3. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Хорошо. А пиши, что идет к арахноиду. Черная энергия идет. Понятно. Хорошо. Арахноид, как долго ты находился в этом биополе? 3 года. Хорошо. Рептилоид с Гремми, как долго вы находились в этом биополе? 5. 5 лет. Сукуб, как долго ты находился в этом биополе? 7. 7 лет. Демон, как долго ты находился в этом биополе? 1 год. 1 год. Хорошо. Кто из вас присутствует в квартире? Все, кроме Сукуба. Все, кроме Сукуба. Хорошо. Дело в том, что мы сегодня будем чистить квартиру, поэтому после чистки, как вы все уберете, я вам открою портал в квартиру, вы идете туда, я приду через 20 минут. К этому времени вы должны собрать все, что вы оставили в этой квартире, и только после этого я сделаю проверку и потом отпущу вас на вашу чистоту. Все понятно? Да, понятно. Хорошо. Ждем окончания реверса. Готово. Устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Денис забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Денис себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилив потоки в 50 раз. Хорошо, Демон, на какую чистоту ты зашел год назад? Ситуацию покажи. Значит, он показывает полтора года назад 1.5 идет. Цифра пьет. Он с ним пил 5 месяцев. Потом зашел у него, поставил вот эти раздежки. Понятно. Значит, вот эта зависимость была от тебя или она присутствовала до тебя? Объясни мне, как ты ее усиливал или как это было? Как это происходило? Чищал. Не понял? Он ее учищал. Учищал этот, понятно. То есть он чаще пил, чем это было, в принципе, рекомендовано, да? Желание давал. Желание давал. Странно. А почему ты червя не запустил зависимостью или у тебя такого еще нет? Ну, растяжка. Растяжка, это то же самое. Хорошо, эти растяжки. Как он ощущал их на физическом плане, их воздействие? У него ломило руки, у него были какие-то… Нет, он показал уже, вот он шагал на месте. Да. То есть в определенный момент ему приходила навязчивая мысль, что нужно идти купить. Понятно. Хорошо. Благодарю за эту информацию. Кто был ответственный за полипоз, аллергии в его биополе, возможно, панкреатит? Кто из вас это сделал? Молчат. И над клеткой ответственно загорается зеленый маячок. Один, два, три. Рептилоид играет. Хорошо, рептилоид. Я смотрю, ты не понял, да, куда ты попал. И мне придется сегодня наказывать вас серьезно. Если ты не понял ответственности, которую сейчас ты подвержен. Ты не ответил на мой вопрос, это тебе первое предупреждение. Он говорит, что он не делал специально. Ты должен был мне ответить сразу, что это твоя работа. Это твоя работа, все перечисленные болезни. Это вместе с Греями от вашей установки? Он этого не знает. Может, установка влияет на что-то. Слабый организм. Скажи мне, рептилоид, если я сейчас вытащу эту установку, установлю тебя в нее и включу ее на полную мощность и дам тебе откат. Как ты думаешь, что от тебя останется в конце этого сеанса? Он не понял вопроса. Хорошо. Значит, придется одеть на него эту конструкцию, включить на полную мощность и посмотреть на его реакцию. Не понял, где связь. Связь? Прочувствовать всю эту боль, которую ты ему причинил. За пять лет вместе с Греями. Всех вас поставить в эту установку, включить ее на максимум. Выстроить канал и дать тебе откат. Он понял, ты хочешь наказать их. Какой ты смекалистый, ты посмотри. Я тебя просто предупреждаю тебя. Это не вопрос. Я предупреждаю, что если ты еще один раз не ответишь на мой вопрос, и мне придется ставить маячки, проверяя, о том, говоришь ты правду или нет, я вас накажу действительно. Все понятно? Понятно. Вы обязаны со мной коммуницировать. Грей знает правила, ты знаешь правила. Если я спрашиваю, должны быть ответы. Если нет ответа, вы или уходите от ответа, буду наказывать. Все, я закончил. Все. Как у нас с реверсом? Вера, закончился? Да. Устанавливаю фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Денис забирает. Подожди, или мы забрали уже энергии. Я прошу прощения. Забрали. С ними разоговорился. Хорошо. Так, выходит сейчас... Демон, скажи мне, Ляр, вы есть в его биополе? Есть. Хорошо. Хочешь их забрать, попросить меня? Хочет. Хорошо. Я дам отдельно потом тебе команду. Сначала выходит арахной черный, снимает, отключается, все отсасывает, всю свою жидкость, ничего не забывает, возвращается в клетку и докладывает мне о готовности к проверке. Говорю, для всех проверка будет проводиться двумя миллионами герц. Если кто-то что-то забудет, загорится маячок. Моментально пойдет удар два миллиона герц, сжигая все каналы вместе с интерферентом. Я не рекомендую это на себе испытывать, уже такое было. Поэтому делайте, что я вам говорю, вытаскивайте и докладывайте о готовности. Приступай, арахнойд. Это клякса черная, оказывается, да его паутина такая, напутанная на голове. Демон от ней, Лярва на голове есть от этого арта арахнойда? На лице. На лице, хорошо. Я понял, кто это просто делает. Получается, он у него как будто на голове сидит, лапы у него, плечи вонзились. Если вот это место, где у него паутина, как раз на голове и вниз идут глаза, нос до уровня губ. Он должен был ощущать это. Как пятном. Да. Хорошо. Он собрался. Хорошо. Так, рептилоид. Дай грейм команду. Они выходят, вытаскивают все, что они оставили. Отключают конструкцию, вытаскивают полностью. Аккуратно вытаскивают, не повреждая тонкие тела. Если что-то будет повреждено, я накажу вас. У него как кольца вокруг груди. Да. Зелено-сердечная чакра стронута. И через эти кольца наверх они забирали энергию в квартире. Вот как. Понятно. Все сняли. Хорошо. Выходит сейчас Сукуб. Снимает все, что он оставил в биополе Дениса. Возвращается в клетку. Приступаем. Сукуба нравилась ему зависимость. На все согласен был. А, вот как. Это черта характера или что это за слабость такая? На все согласен. Сукуба устраивал с ним сексуальные фантазии, игры. Состояние опьянения. Состояние опьянения. Все понятно. Вот это я хотел услышать. Все снял. Так, демон, выходи. Отключай все, что ты, вернее, снимай все, что ты оставил в его биополе. И прямо оттуда доложи мне о готовности, то, что ты все снял. Что он снимает? Он отключает эти растяжки с запястья. Да. Ноги у него перемотаны красными лентами. Понятно. Готово. Хорошо, демон. Я тебе разрешаю забрать все лярвы, которые находятся в его биополе. Забирай и возвращайся в клетку. Он на лице лярва и на позвоночнике. Хорошо. В области поясниц. Готово. Хорошо. Так, все-все убрали. Переходим к расистинхронизации. Я даю Денису команду на рассинхронизацию. Существовое значение 100%. Готово. Выстраивай отдельный канал от Дениса к конструкции рептилоидов. 1, 2, 3. Реверсом забирая нас по каналу назад. Да будет так и так и есть. Возвращайся. Энергия светлая возвращается. Хорошо. Готово. Я даю команду скэннеру на контрольную проверку. 1, 2, 3. Скэннер сканирует все 7 тонких тел Дениса. Выпаривает остаточные микроны от интерферентов и их энергии. Это зеленый. Хорошо. Все прошли проверку. Сукуб готов уходить? Готово. Открывается внизу против часовой стрелки портал на частоте сукуба. 1, 2, 3. И сукуб уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Арахноид, рептилоид, грейд, демон. Я сейчас открою портал в дом. Квартиру Дениса. Отправлю вас туда. Что там делать? Я вам говорил. Дожидайтесь меня. Мы скоро придем. Откроем вам портал и вы идете на свою частоту. Смотрите, чтобы ничего не осталось. Чтобы я вас не притянул. Все понятно? Да. Демон, там есть кроме тебя еще черт или кто-то еще? Есть. С кем мне разговаривать? Я хотел собрать всю темную энергию в квартире и отдать одному из вас. Тебе или ему? Конечно. Хорошо. Значит, этот черт заберет все, что он оставил. Я его отправлю, а ты мне потом покажешь порталы. Я их закрою и открою тебе твой портал. Договорились? Да. Хорошо. На счет три открываю против часовой стрелки портал в квартиру Дениса. 1, 2, 3. И в этот портал уходит арахноид, рептилоид, грейд и демон. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Хорошо. Так, поехали по частотам. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо. Денис, как вы себя чувствуете? Он почему-то сидит. И вот эта гармония, которая его наполнила, тишина, он ее через нос дышит, внутрь себя пропускает, бирюзовым потоком таким. Хорошо, подождем. Хорошо чувствует. Хорошо, отлично. Тогда мы сейчас будем возвращать вас назад в биоробот и после этого сразу перейдем к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Дениса в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Тонкая копия соединилась, вот эти бирюзовые потоки через нос так пошли ему внутрь в гармонии. И тонкая копия как-то свое тело обняла. Покой он хочет. Это и есть покой? Тишину. Значит, надо получить покой и тишину. Готово. Отлично. И отключайся от объекта. И квартиру ты видела, Дениса. На счет три ты стоишь перед его входной дверью. Один, два, три. Ты стоишь перед дверью в квартиру. Да, я стою. Клевка в кухне установилась. Хорошо. У нас арахноид, рептилоид Греи, демон, черт. Две воронки. Две воронки, черт, демон, Греи, два, рептилоид и арахноид черный. Все верно? Да. Хорошо. Под воронками открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. И воронки уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Греи, рептилоид. Вы все собрали? Полностью? Ничего не забыли? С потолков сняли установки. Они мне показывают. Здесь комната. Да. В которой присутствуют другие люди. И там у них была установка. Собирали энергии у них. От всех, да? Кто там присутствовал? От всех. Кто приходил. Все понятно. Вы все забрали, да? Да. Готовы уходить? Готовы. Открываются наверху два портала. Один на частоте рептилоида. Один на частоте Греев. И Греев забирает все, что они с собой принесли. Уходит в этот портал, в свой портал. Рептилоид уходит в свой портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Арахноид, ты собрал всю свою паутину. Потом, что у тебя было здесь? Было. Все собрал, да? Готовы уходить? Показывай, где было, да. Готовы уходить. Где там потолок или что там было? Где он раскидал? Комната как склад. Там он сидел. Но они любят такие спокойные места. Хорошо. Открывается наверху против часовой стрелки портал на частоте арахноида черного. Один, два, три. Арахноид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Черт, выходи сейчас. Черт. Собери сначала все свои комочки, одеялки, которые ты раскидал в этой квартире. Если ты оставил на ком-то свои носочки, например, на животных, ты меня деб этом должен сразу сказать и доложить. Он показывает животного. Он его за уши тянет назад. Вот как. Как ты измывался над кошечками. И животное, ну, мяукает. Звуки издает. Вот так они развлекаются. Как долго ты находился в этой квартире, черт? Семь месяцев. Семь месяцев. Ты оставил на кошках носочки, что там на них? Ну, вот, которые он за уши тянет, там, как покрытие его сверху. Красная энергия, и она покрыта, как одеялко. Хорошо. На кошке. На кошке. Кошка у нас Зиза. Кошка Зиза. Даю команду. И тонкая копия проявляется. Стоит возле нас. Но она стоит, и вот эти звуки опять. Хорошо. Хорошо. Зиза, все хорошо. Покажи, где у тебя там есть какая-то подключка от черта? Где тебе давить? Сверху скинуть не может голова. Хорошо. Включай внутренний белосвет Зизе. Один, два, три. И на счет три. Зиза выдавливает из себя все негативные и патогенные энергии на частоте черта. Один, два, три. Все эти энергии нитями выходят и формируются перед Зизой в шар. Все до последнего микрона выходит. Все его подключки. Они вышли в шар, но у нее еще какая-то подключка есть в голове. Это не черт. Кирилл, моего намерения, вытаскиваю эту подключку. Один, два, три. Она выходит безболезненно из ее биополя, отправляя ее в клетку-тюрьму. На муравья похожи. Откуда она взялась тогда, этот муравей у нее в голове? Черта, ты мне объяснишь вообще эту ситуацию, что здесь происходит? Он говорит, ест она их. Не понял. Ест она их? Да, муравьев. Зачем она это делает? С едой попал. Понятно, хорошо. Значит, у нее этот муравей вышел сейчас, да? Да. Открывается под ним портал в галактическое ядро, он уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Кошка чистая? Чистая. Я даю команду, значит, три. В кошку начинает поступать столько необходимой энергии и такие вибрации, которые максимально комфортны для ее биополя. Один, два, три. Пошли энергии на ее чистоте и поднимаются вибрации. Хватит, я готова. Стоп. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. И для усвоения энергии вибрации возвращаем Зизу в ее систему биоробот душа. Один, два, три. Она входит в свое тело и синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях. Пошел процесс. Готова, она тянется всем телом сейчас. Хорошо, я даю команду, значит, три появляется. Тонкая копия кота Белиза. Один, два, три. Он стоит перед нами. Стоит в носках. Привет, котик. Обижает тебя здесь, да? Мы пришли тебе помочь. Скинуть хочет носки. Хорошо, сейчас все уберу. И я даю команду, значит, три, включая внутренний белый свет Белизу. Один, два, три. И Белиз начинает выдавливать из всего, всех своих тонких тел, все негативные патогены, чужеродные энергии. Они выходят, все подключки выходят, все формируется перед ним в шар. Пошел свет. Ему не нравится его имя. А как ему хочется, чтобы его называли? Как-нибудь на А. На А. На А. А какие есть кошачьи имена на А? Ну, назови какое имя, как ты хочешь, чтобы тебя называли. Артурка Короля. Артур, хорошо, Денис. Ваш кот требует от вас, чтобы вы ему изменили имя на Артур, как Короля. Так что примите это к сведению, Артур. Тебе приятно такое имя, Артур? Котик. Приятно. Хорошо, значит, я тебя буду тогда называть с этого момента Артур. Ты согласен? Я Королевских Кровей. Вот как. Хорошо. Его Величество, Король Артур. Можно к вам обратиться? Король. Просто король. Просто царь. Да. Настоящий король. Он выдавил. Молодец. И большой шар. Носки у него вышли. И носки вышли. Открывается портал в галактической дроиде. Энергия уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Я даю команду на счет три в макушку головы. Кота начинает поступать столько энергии и такие вибрации, которые максимально для него комфортны. Один, два, три. Пошел процесс. Король Артур получает все необходимые себе энергии. Может, лучше король Артур? Тогда уже лучше. Чтобы все знали сразу, что ты королевских кровей. Артур мне тоже больше нравится, чем Элис. В общем, у этого кота мнение, что все за ним ухаживают должны. Хорошо. Прислуживать. А разве это не так? Ему нравится. То мне тоже нравится. Отлично. Синхронизируется энергия и вибрация гармонизируется. Распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. И для освоения энергии и вибрации возвращаем котика в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извиненке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Хорошо. Черт. Давай. Собирай все свои комочки, все, что ты раскидал, одеялки по квартире. Приступай. И возвращайся в клетку тюрьмы, докладывай мне о готовности к проверке. Он собирает, он прыгает по комнатам, скачет, припрыжка. Хорошо. В детской комнате много у него разных комков, игрушек. Черт, скажи мне сразу, на детях есть носочки? Одеялка у него на кровати. А, одеялка. Убирай. Ничего не забывай. С кровати в спальне. А на игрушках? А на игрушках? Собрал. Хорошо. Все собрал? Сейчас ванную он собирает. Ну, ванная и кухня это у них любимые места. Хорошо. Так. Все ты забрал. Ты готов уходить, черт? Готов. Хорошо. Сейчас открою тебе портал на твою чистоту. Больше в этот дом не приходи. Открывается внизу против часовой стрелки портал на чистоте. Черта. Один, два, три. И черт забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, расторяйся в огненный пентаграмм. Готово. Хорошо, демон. Мы остались вдвоем. Давай тогда выходи. Собирай сначала все, что ты оставил. Ты уже собрал. Хорошо. Тогда пошли по квартире и покажи мне, пожалуйста, где находятся эти порталы. А мы их будем закрывать. Балконная дверь сразу, он туда ведет. Понял. И по всему периметру балконной двери внизу открывается портал в галактической ядре. Один, два, три. Засасывай туда этот портал. Вместе с ним фантом портал уходит все наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Пошли дальше. Здесь комната. Это на зал, она больше похожа. На потолке портал. И под потолком внизу открывается портал в галактической ядре. Один, два, три. И под умывальником внизу открывается портал в галактической ядре. Один, два, три. И засасывай туда этот портал. Фантом портала. Все наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Стена в коридоре. Вот так. И по всему периметру стены внизу открывается портал в галактическое ядро. Засасывай туда этот портал. Вместе с ним фантом портал уходит. Все наночастицы. Все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Все. Хорошо. Благодарю. Так. Возвращаемся к клетке все вместе. И я даю команду на счет три. Хорошо. Демон, черный, твоя энергия забираешь? Да. Отправляю демону. Как и обещал. Готово. Готово уходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. И демон забирает все, что с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Ставогенную пентаграмму. Клетка у нас пустая? Пустая. Открывается портал в галактическое ядро. И клетка уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Я даю команду на счеты. Готово. Хорошо, Вера, мы закончили. Мы ничего не забыли? Нет. На счет три переносимся к входной двери. Один, два, три. Да, я здесь. Отключайся от квартиры и переноси свою комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Я на месте. Ч deltaWork. Я на месте. Спасибо. Я на месте. Я на месте. Появилось.